Друзья, всем привет! На связи Станислав, интернет-магазин PhilTime.com.ua Сегодня мы будем рассматривать новинку 2022 года от гонконгского микробренда Phobos Apollon. В 2021 году Phobos выпустили свою первую модель Apollon, которая была сделана из титана. И в этом году Phobos решили сделать часы из нержавеющей стали. В течение обзора я буду периодически сравнивать две модели, чтобы вы понимали в чем разница и в какую сторону у нас движется Phobos. И конечно же не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх этому видео. Поверьте, для меня это лучшая благодарность от вас. Новинка Phobos Apollon вышла в пяти разных расцветках циферблата. Три из них, включая самую дорогую и неоднозначную, я привез в наличие, а две в голубом и оранжевом цвете, может быть, приедут позже. И первое, на что я сразу хочу обратить ваше внимание, это конечно же вес часов. То, что я не передам вам через экран камеры. Титановая версия весит 134 грамма. Новая модель сделана из нержавеющей стали и весит на порядок ощутимее. 202 грамм. И все это при равных размерах корпуса и браслета. Для меня это однозначно плюс. Я люблю приятную тяжесть на руке, плюс я в целом достаточно холодно отношусь к титану. Второй момент, который очевиден при близком рассмотрении, это заводная головка, которая в титановой версии размещалась в правом нижнем углу, а в новой версии часов перекочевала в левую нижнюю часть корпуса. Чисто визуально мне это нравится. В плане удобства никаких проблем я не вижу. Вот мои часы Citizen ProMaster с ровно таким же размещением головки. Да, на руке я не могу сделать каких-то манипуляций, но для меня не проблема снять часы и, например, подзавести их. И, кстати, могу предположить, что для левшей это будет супер плюс. Что касается других элементов дизайна, то немного изменили разметку безеля и капитально переработали циферблат. И я вам скажу, что циферблат в плане дизайна решает очень сильно. Так как пока я не взял две модели в руки, я не понимал, что это один и тот же корпус и браслет. То есть другой циферблат визуально делает из часов абсолютно другую модель. В плане читаемости все модели на высоте. Из трех моделей в наличии самые читаемые вот в этом цвете. У них шикарный контраст, плюс к этому практически полностью люминесцентный циферблат с шикарной разметкой. Именно поэтому они дороже других моделей. И раз уж я упомянул подсветку, то давайте назову ее. Это 15 слоев швейцарской суперлюминова. И давайте посмотрим ее в темноте. Две другие модели цветом циферблата очень похожи. Но на самом деле разница ощутима. Вот в этой модели также очень контрастный циферблат. И читаемость на высоте. А вот в этой модели с полностью серым циферблатом ощущение, что поверхность будто бы в дымке. То есть мне буквально хочется протереть их, чтобы циферблат стал чуточку четче. Уверен, что этот эффект кому-то очень понравится. Давайте покажу вам размеры. Диаметр корпуса 41 мм. От ушка до ушка 48 мм. Толщина 13 мм. Ширина браслета 22 мм. На моей руке 18 см в обхвате сидят отлично. Я бы даже сказал, как влитые. И вот это расцветка циферблата. Да, такой неоднозначный, но я вам скажу очень интересный цвет. Необычный. Несколько слов о качестве корпуса. Отделка классная. Все грани обработаны хорошо. 100% сатинирование. Безель с уверенным ходом. И приятным треском. Только хват не очень удобный. Все-таки проскальзывает. Люфтов здесь никаких нет. На задней крышке часов та же мультяшная гравировка Космонавта, которую можно видеть и на предыдущей версии Фойбос Аполлон. Браслет обалденный. Полностью литой. Включая крайние звенья. Ощущается как шелк. Отделка отличная. Плюс звенья на винтах. Что также приятный бонус. Застежка старого типа. С двойной фиксацией. Летая внутри. Штампованная снаружи. В целом выглядит неплохо и удобная. Но визуально немного устарела. И в этом плане мне, конечно же, больше нравятся новые застежки-хлопушки от Фойбос. По характеристикам у нас, как всегда, полный фарш. Японская механика с автоподзаводом Seiko NH35A. Керамический безель устойчивый к царапинам. Сапфировое стекло с тройным слоем антибликового покрытия, которое реально круто отрабатывает. И водозащита на уровне 200 метров. Головка завинчивается для лучшей герметичности. Так что в часах можно смело давить. Стоимость этих моделей в нашем интернет-магазине Филтайм на сегодня составляет от 12 870 гривен до 13 650 гривен на самую дорогую модель в полностью люминесцентном циферблате. Что вы получаете за эту цену? Прекрасное качество отделки корпуса и браслета, классный дизайн и топовые характеристики, которые в этом ценовом сегменте вам предложит только микробренд. Ну а у нас вы покупаете только оригинальные часы Фойба с гарантией 2 года. Ссылки для покупки этих часов оставляю в описании к этому ролику. А с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.